Надо когда-нибудь после трудовых будней отдохнуть, прокатиться, расслабиться, выплеснуть энергию. Сейчас катаемся в основном только на квадриках, на тех же самых спортбайках не получается ездить, ну, в связи с потерей ноги, да, а вот на квадроцикле он достаточно себя эффективно показывает, да, очень удобно, комфортно передвигаться. В первую очередь адреналин. Дети, наверное, подбегают, там скажут, о, дядя, а вы терминатор. КХ-6 использую уже в 4 года. Сама авария произошла, когда я ехал на кроссовом мотоцикле за машинкой, джипчиком. Ну, и он пропускал машину-четверку, которая въехала мне в паровую ногу. В больницу, все, ампутация, и привет, Алексей. Вначале костыли, потом готрилибитация и протез. Сразу КХ, и так до сих пор на нем хожу, да, и как бы не жалуюсь, на самом деле. Ну, протез неубиваемый. Приходилось и по воде, допустим, продвигаться до моря. Пантоны находились немного подальше от берега. Пробраться, да, можно было только по камням. Между ними вода. Ничего страшного с ним не случилось, никакие узлы ничего не повредило. Выходишь на площадку, нужно там, ну, поддерживать, да, там, физическую форму. Его можно подогнуть с легкостью, даже если брусья не очень высокие, ну, достаточно комфортно себя чувствуешь. На той же самых турниках, да, на каких-то там перилах, перекладинах, чтобы пройтись, подтянуться, там, сделать, допустим, какие-то упражнения подъема с переворотом. Она достаточно плотно фиксирована, да, за счет вакуумной гильзы. И как бы не боишься ее потерять. И вес у нее тот же самый, получается, как у моей стандартной ноги. Когда пробуешь тот же самый пресс, ногу можно зафиксировать. Есть специальный, получается, переключатель, да, задней части в коленном составе. И нога уже не разгибается. Тем самым, допустим, очень удобно, потому что можно подцепить себя. Коленный сустав, сам модуль, когда ты спотыкаешься, допустим, он становится более тяжелым. Если склон, вот ты начинаешь спускаться, он с утяжелением идет, и ты уже не боишься, что ты сейчас бах, как вот на обычных, более, скажем так, доступных, дешевых версиях, да, там, где она просто болтается, как маятник, здесь уже нога более чувствительная идет. Ну, больше похоже на реалистичную ногу. Ты прокручиваешь ногу, да, ставишь, получается, в режим именно велосипед. Гильза сама по себе тебя выталкивает. Просто делаешь нагрузку на нижнюю часть гильзы, получается, живое движение, как левой ногой. То же самое, как живой ногой. С ребенком на горке можно покататься, да, поймать его не боюсь, на руки взять его не боюсь. Допустим, на той же самой карусели, да, мы можем с ним покататься. Я правой ногой, то же самое, которой нету, да, могу отталкиваться смело. Я работаю супервайзером. Специалист по продажам, работа, она тоже требует движения. Я не сижу просто так на одном месте. Периодически приходится спуститься вниз, допустим, в офис, да, там, за какими-то документами. Подъемы есть, лестницы есть. Все зависит от характера, наверное, человека. Ничего страшного такого, ну, нога и нога, ну, ладно. Как бы, ну, нет, так нет, что теперь делать? Не отчаиваться ни в коем случае, это все ерунда. Субтитры сделал DimaTorzok